Портативные консоли Перед магазинами еще за день до начала продаж начали собираться огромные очереди. А старт продаж в одном из крупнейших супермаркетов электроники Токио посетили Кас Хирай и Эндрю Хаус, вручившие консоль первому покупателю PS Vita. По сообщениям японской прессы, Sony уже отгрузила в магазины порядка 700 тысяч консолей. Причем изначально планировалось ограничиться на старте полумиллионом копий. Но количество предзаказов превысило все ожидания. За первые сутки нашло владельцев более 321 тысячи консолей, что почти в два раза превышает результат, показанный в свое время PSP. Примечательно, что если предзаказы японцы предпочитали оформлять на дорогую модель PS Vita с 3G-модулем, то в рознице берут в основном более дешевый вариант. В то же время первые поступающие из Японии отзывы о новой консоли Sony звучат не слишком обнадеживающе. Например, игроки жалуются на нестабильную работу PS Vita. В некоторых играх то и дело перестает работать управление, а бывает, что консоль и вовсе наглухо зависает. Пользователи отмечают, что фирменные карты памяти от Sony все равно работают недостаточно быстро. А некоторым покупателям и вовсе достались консоли с бракованными экранами. Иными словами, в очередной раз подтвердилась истина, гласящая, что если вы хотите избежать лишней нервотрепки, то не покупайте консоль на запуске. Продолжают критиковать PS Vita и за несколько непопулярных решений, принятых Sony до старта продаж портатива. В первую очередь, негодование игроков вызывает то, что японская компания фактически принуждает их дополнительно тратиться на специальные карты памяти. Они отнюдь не дешевы, а без них многие игры просто нельзя запустить. Кроме того, Sony все-таки решила привязать консоль к одному аккаунту в PSN. Для того, чтобы перейти на другой, потребуется вернуть систему к заводским настройкам, что, мягко говоря, не очень удобно. Sony объясняет это решение тем, что Vita — личная вещь, и потому пользоваться ей должен только один человек. Но, разумеется, консолей есть чем похвастаться, и ее достоинства явно перевешивают недостатки. Особенно первые владельцы нахваливают экран поразительного качества, приятный интерфейс и достаточно продолжительное время автономной работы. Отдельного внимания заслуживает обратная совместимость с играми для PSP. Многие из них выглядят на PS Vita еще лучше, чем на родной для них консоли. Да и стартовая линейка игр самой PS Vita выглядит весьма убедительно. Наиболее высокие оценки от игроков и прессы получили Uncharted Golden Abyss, Hot Shots Golf, World Invitational, Dynasty Warriors Next, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 и Disgaea 3. Специально для многочисленных поклонников Натана Дрейка отметим, что его первое портативное приключение получило от японского журнала Famitsu 35 баллов из 40 возможных. В общем, несмотря на отдельные нарекания, запуск нового портатива Sony прошел безусловно успешно. Впрочем, судьба консоли определяется не на старте. И пример соперницы PS Vita, Nintendo 3DS, служит тому наглядным подтверждением. После разочаровывающих первых месяцев постепенно она набрала крейсерский ход и сегодня чувствует себя весьма уверенно. Эндрю Хаус надеется, что PS Vita сможет опередить своего конкурента за счет ориентированности на хардкорную аудиторию. Мы же пока не будем торопиться с выводами и прогнозами. Очевидно, судить, сбывается ли предсказание Хауса, можно будет лишь к концу 2012 года, когда PS Vita хотя бы отчасти продемонстрирует свой потенциал и станет понятно, насколько она востребована на рынке.